Приготовим сегодня пирог за 5 минут. Я имею ввиду, тесто для этого пирога готовится не более пяти минут. К трём яйцам добавляю приблизительно стакан сахара. Здесь у меня 180 грамм. Сразу сюда высыпаю ванильный сахар, одну упаковочку и щепотку соли. Все это хорошо, перемешиваем. Перемешивать будем венчиком, взбивать миксером не нужно и перемешиваем, чтобы сахар у нас немножко разошелся. Духовку я заранее уже включила, она у меня прогрелась, поставила на температуру 180 градусов. Теперь к сахару и яйцам добавляю 60 миллилитров растительного масла и сюда же отправляем две столовые ложки, прям с горкой такой, это около 110 и 120 граммов сметаны. И опять все хорошо перемешиваем. Засыпаю муку 250 граммов. Сразу сюда я высыплю разрыхлитель, полторы ложки чайные. И опять все вымешиваем до однородности. Размешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться как очень густая сметана. И пирог сегодня у нас будет с брусникой. Это замороженные ягоды и прям замороженные я их добавляю в тесто. Здесь приблизительно тоже где-то 110-120 граммов. Все хорошо перемешиваем, в принципе можно размешать уже и лопаточкой. А вообще для этого пирога подойдут любые ягоды и любые фрукты. Естественно фрукты нужно порезать. Все, тесто наше готово. Теперь мне все это нужно переложить в форму. Форму я взяла силиконовую. Вот такую вот. Такой формы. Да. Форму такой формы. Очень хорошо сказала. Выливаем. Фигурная такая форма. Все выливаем. Силиконовую конечно смазывать не нужно. А если обычная форма какая-то, лучше переложить бумагой. Все хорошо разравниваем. Выпекать будем, как я сказала, уже при 180 градусах плюс-минус 40 минут. Тут смотрим по духовке. Все разровняли. А вообще, я тебе скажу, очень удобно брать вот такие вот формы фигурные. Потому что можно пирог делать один и тот же. Я имею ввиду по одному и тому же рецепту. Но вид будет разный. И можно брать любую начинку другую. Пирог один и тот же. А выглядит будет по-разному. Да. Все будут рады и счастливы. И ты такая хозяюшка-хозяюшка. Итак. Отправляем этот пирог в духовку приблизительно на 40 минут. Пирог готов. Даем ему немножко остыть. Можно присыпать его вот так сахарной пудрой. И сверху еще украсим оставшимися ягодками. Для яркого такого пятна и для пущей привлекательности. Я тебе скажу, очень вкусное сочетание терпких кислых ягод и сладкого теста. За счет этого пирог становится такой интересный и очень вкусный. Ну вот посмотрим, что у нас тут получилось. Вот такая красота. Сейчас попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok